Когда-нибудь Каждый вздох мне подскажет, что я люблю Вся жизнь, весь мир Замрут мгновенье одно Чтоб слышать вновь биение сердца моего Так манит юность Седой дурман весны Есть только я Есть только ты Добрый день Кому добрый, кому и нет, что надо О, ну спасибо, что в лицо не плюнули Как звать? Сеня Егор Анна Юрьевна здесь живет? Вам что тут всем медом намазано, а? Сколько лет жили и все хорошо И вдруг Откуда вас всех принесло? Города одни неприятности Значит здесь Анна дома? Нет ее А где она? Уехала В город Вещички собрала И дом продала И дом продала? А давно уехала? Да только что Ты с ней на повороте размянулся А зачем она тебе? По делу Спасибо, парень Какой я тебе парень? Я мужик! А что-то случилось Приспичило Ряд, избавься от развалюхи За такую развалюху Можно штук сто получить Мальчики налево Девочки направо Выходим Ой, а мне не нужно Нужно, нужно Выходим Давай, давай Хорошо Что случилось? Вы от левого? Я из преисподней Вы меня с кем-то перепутали У меня нет денег Я, наверное, не в ту машину села А ты не бойся Будет больно, но быстро Вон она, вон она Помогите! Помогите! Стой! Стой, стреляю! Илюха, да оставь ты его Иди помоги Дверь открой Давай, давай Живая, живая Машину проверим Ее в больничку надо будет отвезти Ничего мы скажем Здорово, лепило, докторило Да хрен знает Если не найдем акции Шеф нас уроет Давай наберем его Ты с дуба рухнул, что ли? Не отвезем в больничку На крыльце оставим Завтра навестим Типа друзья Передачка там, то-се Нету ни хрена Все, давай Давай этот хлам скинем Давай Толкай Подстрелил, зараза Лео, падла Убью Послал за мной Каких-то двух Козлов Балаклава, балаклава Осторожно Осторожно, еночка Здрасте Здрасте А что случилось? Вот только вещь Ни в машине, ни рядом Никого нет Я вещи заберу Балаклава, балаклава Я забираю Калуга, Калуга Балаклава, я на севере Голуба моя Объясните толком Я ровным счетом ничего не поняла Пациент поступил В бессознательном состоянии Ни вещей, ни документов Удостоверяющих личность При пациенте не обнаружено А вы точно врач, не полицейский? Как-то странно говорите Детективы люблю При ней только визитка С координатами вашего салона была Вот мы вам и позвонили При ком? Пройдемте Сами увидите Аннушка Господи Что с ней, доктор? Удар сзади Тупым предметом по голове Гематома И похожее сотрясение Кто же ее так? Не имею ни малейшего представления А прогнозы? Какие прогнозы? Жить будет? Нужно сделать МРТ Я думаю, все будет в порядке Выздоровит ваша Аннушка Выздоровит Пройдемте в ординаторскую Нужно карту больного оформить Алло, принц? Это я Слышь? У меня тут геморрой нарисовался Ага Ты зачем ко мне этих двух быков послал, а? Ага То есть Я ее Они меня И концы воды не на того нарвался Понял? Вот теперь сиди И бойся гнида образованная Я ни черта не понимаю Что? Ты все сделал? Слышь? Все должно быть закончено и очень быстро Иначе она нас утопит И свою долю ты не получишь Зато ты свою получишь Алло Алло Патва Виктор Викторович Угощайтесь Благодарю Милая Марина, ну нельзя же так переживать Я чувствую себя виноватой во всем, что происходит с ней Знаете, мне кажется, что я ее толкнула в какую-то не ее жизнь Несчастье за несчастье Здравствуйте Здравствуйте Извините за беспокойство Анечка Юрьевна, она художница, пейзаж ее я еще хотел купить Я ее найти не могу Она в больнице Мне позвонили, сказали, что им подбросили девушку без сознания И у нее при себе не было документов Только визитка моего салона Я приехала Это Аннушка Номер больницы 131 Я не дала вам номер палаты Этот найдет Алло, Питон Кто-кто? Конь в пальто Да, это я Слышь, мне дудка нужна Ну такая, чтоб в карман влазила Сколько? Да ты что, с ума сошел? Полторы Я сказал, полторы Хорошо Здравствуйте, тетя Ань Мы вам во Привет, Егорка Поставь на тумбочку А мы это кто? Я и дядя Егор Дядя? Ага Он когда ко мне в интернат приезжает Мы с ним иногда гулять ходим Он тоже у нас там раньше жил Только давно Теперь он капитан полиции Я с ним дружу Здравствуйте, Анна Здравствуйте Здравствуйте Это вам Спасибо Ну я понял, да Как себя чувствуете? Хорошо Глава не болит? Ну А что все-таки произошло? Это были бандиты, да? Егор На самом деле все как-то непонятно За мной должен был Заехать человек Лео Сергеевича А приехал какой-то уголовник А Лео это кто? Он мне дом помогает продать Риэлтор Мы с ним случайно познакомились На кладбище А вы его видели У нотариальной конторы Понял Ну что, Анна Юрьевна Как ваши дела? Хорошо, спасибо Я смотрю, у вас гости Да Температуры нет? Нет Голова не кружится? Нет Когда я могу отсюда уйти? Я думаю, что завтра капельницу поставим Будем выписывать Ну что, Валентина Петровна Танцуйте Нашелся ваш хищник Сама знаю, что нашелся Да, ведь участковый с помойки принес Грязнущий, еле отмыло Да и с пор согреться не может А это тогда кто? Понятия не имею Ну и что с тобой делать? Тихо, тихо, тихо Ну давай, живи, зверюга В общем, выписалась и уехала Что значит, выписалась и уехала? Куда? С кем? Кому? Врачи сказали, полиция забрала Какая полиция? Какой это капитан Кориков Приехал с ребенком, типа с сыном Привезли вещи, документы С ребенком, говоришь? Вот это тоже интересно Кто этот придурок, который на нее напал Обычный жулик бомбила Или намеренное нападение Может, все, что мы вытащили из сейф-то Кукла А? А этот охотник за его вдовой Знает истинное положение вещей Вот что Бойцы невидимого фронта Предыдущее задание отменяется Мы сделаем все более тонко И я бы сказал так, поизящней Все, кофе готов Сахар помешал Спасибо А печенье? Нет, нет Дядя Егор, а мне такой кофе можно? Если что, внизу нет До сих пор не могу понять, как же так Не переживайте, разберемся Ну, я же особняк не продавала Ну, это просто сон какой-то Почему я такая невезучая? Дядя Аня, вы везучая Вы рисовать умеете, круто Вот мне эта картина очень нравится Вот, у нас в интернете тоже есть картины Ну, там фигня какая-то Ну, там фигня какая-то То мужчины в париках То бурляки на Волге Кто? Ну, бурляки, они, когда за собой лодку тянут Волгами бурлят воду Да Да Егор старший Да А что, вашей супруге пейзаж понравился? Моей супруге? Ну, вот же А, Ксюхин Ей очень понравилось Тетя Ксения? Ну, да Ну, это дядя Егор, сестра У нее скоро свадьба А вы кофе-то чего не пьете? И сейчас, можно? Спасибо Слушай, иди телек посмотри, а Я лучше почитаю Что хочешь сделать, иди И не обижайся, ладно? Нам с Тетяной поговорить надо Я не обижаюсь Хотите, я вам что-нибудь приготовлю? Ну, да, обязательно, как-нибудь потом Давайте с вашей проблемой разберемся Да, конечно Вы говорите, что особняк не продавали Тем не менее, там проживает посторонний человек Господи, это же я и дом продала Но с мамой, получается, вообще ничего нет И Лео так не вовремя пропал Трубку не берет Он мне просто деньги должен За дом Мама в больнице сейчас Вот, ваш кофе попил Давайте, знаете, как сделаем? Вы поживите пока здесь, у нас Ну, а я попробую разобраться Ну, мне обязаны Обязаны, я же полицейский Ну, и мне приятно будет Это копия договора купли-продажи Свидетельство о регистрации Справки Все оформлено через почисти Это чистая сделка Без альтернативы Знаете, бывают проблемы Когда делят совместно нажитое имущество Здесь никаких проблем Я не понимаю, почему заинтересовалась наша доблестная полиция Да, хорошо А можно еще раз взглянуть на доверенность Выписанную гражданку Филонова Гражданину Кеврину Ну, не за то Угу Егор, а зачем вам доверенность? Ну, просто формулировку проверим, а все Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Что такое? Такая досадная неприятность Вот эта доверенность ушла в архив Вместе со всеми документами за прошлый месяц Да что вы А изъять можно? Конечно Я могу сделать сегодня запрос Завтра его обработают А в среду в часик 15 приходите Все будет у меня Значит, послезавтра в 3 Еще один вопрос Сделка по продаже дома Гражданка Филоновой тоже через вас проходила? Дома? Да А дома, дома Нет, насколько я понимаю, нет Такой сделки не было, по крайней мере, у нас То есть по этой доверенности В принципе, больше сделок никаких пройти не может? Нет Ясно, спасибо До послезавтра До свидания Выходит, он меня обманул Вместо дома он продал особняк Ну, если бы до этого субъекта получилось вас устранить То и дом тоже Но если положительный момент Вы живы, какая-то недвижимость осталась Они начали копать Девица эта, вдовица и опера ее Они все узнали Про особняк Про домик Им нужна доверенность У тебя есть два дня, чтобы соскочить Понял? Егор, если дом все еще мой Может, я не буду вам мешать? Да нет, без тебя не обойтись Да и одну тебе оставаться пока не стоит Я маму хотела навестить Я тебя завтра сам отвезу Ладно? Все, до вечера Как эта лялька еще и примусоренная Он мой, поняла? Простите, что? Еще раз с Кориковым увижу, убью Значит, вы о Егоре, да? Да, о Егоре Он мой парень А ты, ты старая Не лезь к нему Простите, вас как зовут? А твое какое дело? Настя Послушайте, Настя Если вы претендуете на Егора То с ним самим и говорите Вот и поговорю Тебя не спрошу Вот и хорошо И мне кажется, ты еще мала Называть его Егором И своим, понятно? Захочешь спокойно поговорить? Я готова Алло, это Да, это я, принц Нужно потолковать Как завтра? Что, все? Мальдивы закончились? Ну ладно Завтра, так завтра Сначала деньги А потом ты у меня получишь На, как говорилось В одной детской книжке Все чудеса и чудеса Ты что, первый год в Роскуте, шоль? Удивляться не пристал Все, пытаешь постигнуть Это предел Предел чего? Да, всего Все борьбишь? Нет, спасибо Жестокости, жадности Глупости, скупости, тупости Список бесконечен И судя по всему Предела не существует Старик Фрейд говорил, что Сам Сатана По сравнению с человеком Парень безхидрожный Это я в твои годы еще понял Эхо тебя накрыло Ну и что? А ничего О, ловлю преступников Делал, делал Как умею Кстати, что там с Кивлиным? Банальный жулик Квартирный аферист Втерся, получил доверенность По ней продал особняк Деньги присвоил и сбежал Схема старая, как мед Да, схема старая Но судя по всему эффективная Получается, если он деньги вернет То перед законом он чист Деньги хотелось бы в первую очередь вернуть Ну, Анюта и мама в коме Деньги очень нужны Она как? Хорошенькая, а? Кто? Мама? Анна твоя, мама Ну, она не моя Знаешь, дело такое Сегодня твоя, да? Ты меня позовешь на свадьбу-то, а? Ладно, спасибо за чай Побегу я Давай Никакую жену твоя риэлтор не терял У него ее вообще не было Он родной брат секретарши Филонова Твоего покойного мужа Некая Елизавета Я бы с ней поговорил Еще выяснилось Что к покупке особняка Имел отношения Рудольфа В общем, я бы поговорил И с Рудольфом, и с твоей любимой Инессой Я уже теряю ощущение реальности Мне кажется, последнее Что со мной происходило реального Это то, как ты сбил меня на машине А дальше просто приключения С планеты Шелезяка Еще и маму втянула В эту свою историю Послушай, Егор Может, мы просто Забудем обо всем Не будем ни с кем говорить И уедем в доме куряки Я Его Бог оставил Только бы мама поправилась Хорошая идея Главное, смелая А эта ваша Инесса Вообще что-нибудь знала Про вот это вот все? Особняка у нас теперь не будет Зато остался домик Я даже рада Ну, главное не это Его зовут Егор Я его люблю Ты знаешь, он Он такой Я ему все могу рассказать Так же, как и тебе Он, он такой Ты даже себе не представляешь Но ты его скоро увидишь А знаешь, я здесь познакомилась С одной особой занятной Говорит, что ты ее жених Не обращай внимания Девочка придумала Что я должен быть ее защитником Да я не обращаю А ты? А что я? Как ты к этому относишься? Наверное, льстит внимание Такой юной Ты хочешь меня обидеть Или это сцена ревности? Извини, сказала глупость Пойдем, прохладно И нас ждет Пойдем Родик аферист У меня в голове не укладывается Понимаете Конечно Чтобы быть преступником Необходимо иметь какую-то отвагу Мужество А он между нами Трусоват Большинство жуликов и аферистов Довольно трусливых Скажите А Рудольф мог иметь отношение к убийству Филонова? Вы с ума сошли Ну отчего же Это просто версия Просто версия Рудольф все знает о благосостоянии Филонова О его делах О том, что у него нет наследников Что он делает? Он ждет И тут что происходит? Филонов женится У него появляется наследник Жена Анна То есть у Рудольфа остается до состояния Филонова Только два шага Первый это устранить Филонова А второй получить с Анной доверенность На некоего Лео Я думаю, что вы доминизируете Рудольфа Ну ладно, аферист Но никак не убийца А на подобную схему он вообще не способен Максимум, на что способен Рудольф Это обмануть старушку с антиквариатом Да, но особняк-то его И откуда он во всех подробностях знал о делах Филонова? Откуда? Ну, видимо, от меня Это я рассказывала Зачем? Ну что зачем? Я переживала из-за тебя Он был рядом Я с ним поделилась Что же делать, а? Да, а что теперь сделать? Особняк принадлежит ему По закону Хорошо, что только особняк Про другое, правда, надо поговорить и с ним, и с его этим Приятелем, Лео Здорово, принц Что ж ты такой не загорелый? С погодой не фартанула Не твое дело Куда ты меня притащил? Объясни мне, астолоп Почему ты до сих пор не закончил? Тебе что, бабки не нужны? Нужны? Поэтому и не закончил Видал, как меня заделали? Это ты тех двоих послал, а? Не будь идиотом Ты же сказал, они ее спасали Зачем мне нужно было тратить деньги на спасение и на убийство? И главное, зачем мне то и это? А девочка-то прям усоренная С кориком живет Я этого опера знаю еще с тех времен, когда мы с гирей хачей на рынке нагинали Слушай, избавь меня от этих подробностей Десять процентов от стоимости особняка – это хорошие деньги Двадцать, иначе разбежишься Что? Ты мне сейчас еще будешь условия ставить? Ты забыл, из какого дерьма я тебя вытащил? Сколько мне пришлось заплатить? Слышь, эти деньги уже давно отработал Теперь условия новые Двадцать процентов – иначе разбегаемся Я по пожизнякам хожу А ты на курортах отлеживаешься Не по понятиям Да плевать я хотел на твои собачьи понятия Не хочешь по уговору – не будет никак Найду другого Эй, принц Смотри, что у меня есть Есть Лео Риэлтор, ну твой знакомый с кладбища Лео и Рудольф – это кореша Лео продает твой особняк Рудольфу за полцены Понимаешь? И все Все по закону, он чистый Понятно? Я… Я как-то себя неловко чувствую Как будто бы причастна к этой истории А косвенно вы причастны И знаете, я понять не могу Как вы такая умная, красивая, образованная женщина Как рядом с вами оказался такой человек, как Рудольф? Егор, ну рядом с прекрасным человеком может оказаться кто угодно Я ему позвоню сейчас Он вернет тебе деньги А может даже и особняк Не надо никому звонить, наивный вы человек Он скажет, что просто купил этот особняк И еще с нас потом компенсацию потребует Он чист по закону, я вам говорю еще раз Спасибо за кофе, Анюша, вам пора Нет, прошу вас, пожалуйста, не уходите Минуточку, я все придумала Инесс, ну не переживайте в этом Нет, я просто не прощу себе иначе Я все придумала Я проведу благотворительный вернисаж с аукционом Надо же лечить твою маму Спасибо, конечно, но… Никаких «но» Считай, что это моя эпидемия А это что? Покаяние Спасибо, до свидания Что? Страшно? Давай поговорим как цивилизованные люди Как партнеры Мы ведь партнеры Только убери оружие Связался с идиотом Ты, наверное, чмошником в школе был, да? Нормальные пацаны тебя чмырили Чего молчишь, гнеденыш? Давай поговорим нормально Я согласен на твои условия Слышь Куда ж ты от меня спрятался-то? Деньги с собой? Да нет, конечно, нет Все будет Будет Будет? Будет Мы с тобой как ниточка с иголочкой Сейчас за долей моей поедем А то у меня предчувствия какие-то не очень хорошие Зачу АПЛОДРАМА КОНЕЦ У тебя что-то случилось? Нет, все хорошо. Я... Я здорова. Да, у тебя такой сегодня интересный вид. Мне так нравится, когда человек делает все своими руками. Да. Это точно, что у тебя все нормально? Саша, я хороший человек. Знаешь что, просто посиди рядом со мной. Мне так приятно, когда люди с интересом наблюдают за моей работой. Это так редко бывает. А в художественной школе так же, как и в настоящей. Те же уроки, те же домашние задания. Да и учеба такая же. Приходит учитель, дает тебе задание. Ты садишься и рисуешь. Ух ты, целый день рисовать классно. Ну, я акварелью умею. Это легкотня. У меня в интернате две коробки лежат. Дядя Егор подарил. А для того, чтобы научиться делать настоящие вещи, понадобится, ой, как много времени. Потому что акварель правок не терпит. Молодец. Привет. Давно не виделись. Здравствуйте. А мы знакомы? А вы кто? Старый знакомый. Садись в машину, покатаемся. Да мы пешком. Спасибо. На машине быстрее. Мы никуда не торопимся. Правда, Егор? Да. Мы воздухом дышим свежим. Нам так доктор сказал. Быстро на машину. Послушайте, я кричать буду. Я тоже. Кричать будешь. Я тебе колено прострыну. Жутко. Поговорить надо. В машину живу. Садись, садись. Давай, давай, давай. Быстро. Егор! Выходите. С вами хотят поговорить. А я? Я без него никуда не пойду. Сами ничего не случится. Не беспокойтесь. Сами подумайте. Хотели бы вам причинить вред, стали бы сюда привозить. Увезли бы в лесочек, уронили под кусточек. Так, Илюха, не пугай. С вами просто хотят поговорить, но без ребенка. Посидишь с дядей? Да какой он дядя? Он мацан еще. Ну, только вон, вымахал. Ну, ты это, фильтруй. Так, хватит разговаривать. Сидите музыку слушать. Пойдемся. Пойдем, музычку послушаем. Да? Тебе какие больше песни нравятся? Про милиционеров. Наша служба и опасная трудна. Это прям про нас с Костяном. Да. Анна Юрьевна, очень рад. Прошу, проходите. Кофе, чай или, может быть, что-нибудь покрепче? С шашлычком, а? Нет, ничего не надо. Спасибо. Прошу, прошу. Прошу, вот сюда. Костя, подожди. Ивана Юрьевна, наверное, удивлены столь странным приглашением. Вы не волнуйтесь. Я просто старый товарищ вашего мужа. Прошу, прошу. Вы знали Станислава? Может, вы знаете, кто его убил? Да что вы, понятия не имею. Ох, Станислав, Станислав. Рисковая душа. У нас в свое время был общий бизнес. Но потом он занялся другими делами. Но мы, в общем, долгое время не виделись. Так что я искренне приношу вам свои соболезнования. Я понимаю, такая утрата. Вы нас похитили, чтобы принести соболезнования? Ну, помилуйте. Никто вас не похищал. Это мы, балбесы, наверное, перестарались. Видите ли, Анна Юрьевна, у меня к вам важное дело. Вернее, даже просьба. Ну, я вас слушаю. У вашего мужа остались кое-какие обязательства с тех пор, как мы были равноценными партнерами. Эти обязательства хранятся в неком кэшбоксе. Ну, сейфе. Для того, чтобы его открыть, нужен пароль. Вы вспомните, он вам ничего такого не говорил. Пароль? Нет. Ну, все-таки постарайтесь вспомнить. Может, ну, как-то случайно в разговоре упоминал, или бумаги какие-то были. Станислав никогда не посвящал мне свои дела. Ну, в таком случае я вас очень прошу постараться вспомнить все-таки этот пароль или найти его. Он для меня очень важен. Как я? Ну, вы думайте, думайте. Анализируйте. А чтобы у вас была мотивация, вы держите в уме, что вот этот симпатичный молодой человек, который ждет вас в машине с моим помощником, однажды может не вернуться с прогулки домой. И вы его больше никогда не увидите. Вы что, мне угрожаете? Ну, помилуйте. Ну, что вы, что вы, что вы, что вы, что вы? Это просто бизнес, чисто такие деловые отношения. Дело в том, что ваш, вот ты господи, ваш муж не выполнил кое-какие обязательства. Так что считайте, что они вам достались, ну, так сказать, по наследству. Ну. И не надо драматизировать. Не надо. Мне просто нужен пароль. Ну, циферки, буковки, понимаете? Передадите его мне, и все закончится. Ну, имейте в виду, что времени очень мало. Счет идет буквально на дни. Так что сейчас вас вместе с молодым человеком отвезут на место. То место, где вас забрали. Но имейте в виду, что мои люди будут за вами следить. Следить за каждым вашим шагом. Понятно? Да. И не дай вам бог сделать заявление в правоохранительные органы. Или поделиться темой нашего разговора с вашим этим новым знакомым, с этим полицейским. Кориков, кажется, да? Вот видите, я про вас все знаю. Я правда не понимаю, где искать этот код. Ну, вы думайте, я же говорю, думайте, анализируйте. Всего хорошего. О, ну что ты, как погуляли? Отлично, даже на машине покатались. На какой машине? Ну, на этой такси. Тетя Аня устала просто очень сильно. И нам пришлось вызвать такси. Ясно. Ну, пойдем ужинать. Там такая классная булочка-то. Тих-тих-тих-тих-тих. Что случилось? Ничего, просто устала. Ну, чего вы где? Так, иди домой, там нас жди. Что случилось? Так странно. Еще неделю назад я думала, что моя жизнь закончилась. Что все, впереди только пустота, а теперь... Анечка, все хорошо будет. Боюсь, что не будет. Почему? Так, дурное предчувствие. Да перестань. Егор, мне надо будет уехать. Я очень хочу пожить одна. Ты отпусти меня, а я вернусь потом. Когда потом? Потом, Егор. Я жду дома. Мы ждем. Добрый вечер. Рудольф, вы... Мне Инесса подсказала, как вас найти. А я пришел объясниться, рассказать вам немного про вашего мужа, риэлтора и ваше состояние. Мне не очень хотелось бы слышать это от вас. Сегодня грустный день, Анечка. Сегодня из-за ерунды погиб... Не очень порядочный... Но молодой, талантливый и красивый парень. Я ему, знаете, все время говорил, что человек должен быть живым и здоровым. А я грешным делом думал, что это вы с вашим приятелем полицейским подсобили. Но я слишком доверяю Инессе, чтобы делать поспешные выводы. Так что все прояснилось. Рудольф, вы можете говорить яснее? Вы о ком? Кто погиб? Завтра, Анечка. Завтра. Завтра вам все объяснят. Вас вызовут, видимо, как потерпевшую. А если следователь идиот, то и как подозреваемую. А сейчас давайте лучше поговорим про вашего покойного мужа. Ань! У тебя все хорошо? Да. Все в порядке. Я на машине. Может, отъедем? А вы можете меня отвезти в мой домик у реки? Это не так далеко, и мы могли бы поговорить по дороге. А вы не такая трусливая, как я думал. Я впервые люблю. Я оттого не так боюсь за себя. А в домик у реки мы не поедем. У меня к вам другое предложение. А в домик у реки мы не поедем.